Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Кандидат депутата Национального собрания Республики Западной Армении Седа Меликян. Тапанимы Арцаха, ущелье Унод. Баку пытается отвлечь внимание международного сообщества, от совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана терактор МИД Арцаха. Клар. Идея обеспечения прозрачности груза, проходящая через Беззорский коридор, правомерна. Армянская идентичность Дерсим. Возьмите оружие, чтобы спастись. Другого спасения нет. Себастат Си Мурат. Мероприятие о традициях и культуре амшерских армян в Степанакерти. Кандидат депутата Национального собрания Республики Западной Армении Седа Меликян. Седа Меликян родилась в 1946 году. Родители армяне, корни из разных провинций Западной Армении. По отцовской стороне Арцах, по материнской Амшен и Карин. Окончила факультет биологии Ереванского государственного университета. С 1972 года по 1995 год работала социальным психологом в Научно-исследовательском институте общей гигиены и профессиональных заболеваний. Автор 42 опубликованных научных статей. Прошла предварительную защиту научной диссертации. Диссертацию по причине закрытия ученого совета не защитила. С 1983 года является действительным членом Союза психологов СССР при Академии наук СССР. С 1990 по 2005 год работала научным сотрудником в отделе изучения национально-освободительной борьбы Государственного этнографического музея Армении, осуществив ряд выставок. Одна из важных выставок, первая в Армении выставка, посвященная Ассала в 2020 году. Вследствие закрытия научно-исследовательских институтов в 1997-2015 годах перешла на преподавательскую работу в нескольких университетах одновременно, преподавая по основной специальности предметы социологии и психологии. В годы арцарского движения занималась общественно-политической деятельностью. Сопредседатель Ховр Кевор Айастан, исполнительный директор адвоката за права человека, руководила рядом исследовательских программ «Пожизненный эксперт по линии культуры» в программе человеческого развития Организации Объединенных Наций. Принимала активное участие в ряде громких общественных акций и судебных процессов по защите интересов и прав человека, в частности по делу Матагиса, суд над которым выиграли в Ереване, а затем в Европейском суде по правам человека, освободив от пожизненного заключения трех невинных солдат. С 1993 года занималась выявлением социально-психологического портрета азатамартиков. В годы Первой Арцарской войны программа осуществлялась в Арцархе, затем в отрядах, дистанцированных в Ереване и в различных районах Республики Армении. В 1997 году вместе с основателем Хельскинского комитета Армении Ваана Мишханяна впервые в Армении занималась защитой прав солдат, погибших в мирных условиях и также их родителей. В 2009 году эксперт группы общественно-наблюдательной уголовно-исполнительных учреждений Министерства институции Республики Армения. В 2000-х годов является одним из основателей общественной инициативы Армии и действительности. Участвовала в парламентских президентских выборах в качестве начальника предвыборных штабов оппозиционных партий. В 2007 году Заруи Постанджан вошла в Национальное собрание Республики Армения в качестве помощника депутата. До мая 2018 года вела активную политическую деятельность, участвовала в работах по составлению ряда законопроектов и докладов по СЕ. В 2018 году закончила политическую и социальную деятельность. В 2018 году участвовала в выборах Национального собрания Республики Западная Армения, избрана депутатом, далее вице-спикером Национального собрания до 2020 года. После президентом Республики Западной Армении господин Арминаком Абрамяном назначена премьер-министром Республики Западной Армении. По сей день с честью и ответственностью выполняю доверенные обязанности. Имею честь 2008 года носить высокое звание гражданина Республики Западной Армения. Моя дальнейшая деятельность с 2023 года будет направлена на различные работы с миллионами наших соотечественников, проживающих в Западной Армении, окончательному освобождению нашей оккупированной Родины. Для осуществления этого обращаюсь не только к господину Арминаку Абрамяну, который приложил все силы и энергию, начиная с 2004 года, внеся свой вклад в столь святое дело, достигнув больших успехов, приложил для нас путь, который спроектировал по госнубар и ориентир которого каждый из нас должен носить в своих сердцах, но и содействие и действенное участие всех вас. Надеюсь и уверена, что мы станем именно той командой, которая сплоченно продвигает идеологию по госнубара Арминака Абрамяна и каждого из нас. Итак, с сегодняшнего дня оставляем в стороне личные интересы и приступаем к святому делу, имя которого Родина. Мне нужно собрать 80 подписей, чтобы подтвердить мою кандидатуру. Вы можете быть одним из голосующих за меня, заполнив регистрационную анкету. Водопад Зонтикнер Ущелье Унннод, также известное под названием Зонтикнер, является природоисторическим заповедником, поражающим туристов красотой местной природы. Водопад Зонтикнер берет начало у ущелья, падая на мшистый камень, образуя водопад в форме зонтика. Водопад Зонтикнер находится на берегу реки Каркар. Чтобы добраться до водопада со стороны Шуши, необходимо пройти через средневековый мост, который находится в глубоком ущелье. Гигантские скалы Уннод, окружающие чудо природы, делают это место неописуемо красивым. Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило комментарии по поводу сообщений Министерства обороны Азербайджана. 7 марта Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что якобы в этот же день при сопровождении миротворцев Российской Федерации по дороге Степанакерт-Лиссагор проехала колонна военной техники Вооруженных сил Республики Армения. В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что распространенная Министерством обороны Азербайджана информация не соответствует действительности и является очередной фальсификацией азербайджанской стороны, направленной на введение в заблуждение международного сообщества. В то же время очевидно, что таким образом официальный Баку пытается отвлечь внимание международного сообщества от совершенного 5 марта с вооруженными силами Азербайджана террористического акта, от продолжающейся политики этнической чистки и террора, а также подготовить почву для возможных новой провокации. Западная Армения, осуждая действия оккупанта Азербайджана, направлена на введение в заблуждение международного сообщества. По сей день на глазах цивилизованного мира Азербайджан продолжает посредством ложной акции экоактивистов держать закрытый беррорубов Бердзор, создавая в Арцахе серьезный продовольственный кризис. Цель этого – этнические чистки, которые они хотят осуществить, но эта программа у них потерпит неудачу. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клар в интервью агентству АПА сделал весьма примечательные заявления. Во-первых, я считаю, что идея обеспечения прозрачности в плане того, что перевозится по Бердзорской дороге, совершенно правоверна, потому что мы не хотим, чтобы по Бердзорской дороге перевозили грузы, повышающие напряженность, и чтобы она использовалась в каких-то военных или незаконных целях. Иметь дополнительную технику на контрольно-пропускном пункте, чтобы русские могли лучше контролировать движение в этом районе. Наличие прозрачности действительно законно, и в то же время для людей, для армян Арцаха важно, чтобы у них было ощущение возможности безопасного передвижения. Спецпредставитель Евросоюза также отметил важность организации новой встречи лидеров Армении и Азербайджана. Мы считаем, что для лидеров Армении и Азербайджана действительно важно регулярно встречаться и работать над сутью важных вопросов, что мы и видим в Брюсселе. Вестерн Армения ТВ представляет проблемы оливизированных армян Дерсима, которые на протяжении всего XX века были вынуждены скрывать свое происхождение. Начавшийся в XIX веке медленный и непрерывный процесс оливификации ускорился в XX веке геноцидом 1915 года и дерсимскими погромами 1938 года, в результате чего разница между армянами и оливитами практически исчезла. Быть армянином в Дерсиме означает лишь память об армянском происхождении. В начале XX века армяне в Дерсиме по свидетельствам разных авторов составляли около трети населения. В Дерсиме их называли армяне. Они же себя называли армяне. Внешней характеристикой армянской идентичности были христианство, армянский язык, армянские имена, некоторые народные обряды, некоторые различия в одежде и еде. Армяне традиционно были более грамотными. Во многих селах еще существовали церкви с приходскими школами. Имели связь с находящимися в Константинополе армянским патриархатом и предстоятельством Ерзенки и Харберта. Иными словами, армяне так или иначе имели национальные институты и, несмотря на разрозленное состояние жизни в Дерсиме, в целом их национальная жизнь была организована. Образование, праздники, паломничество, внутренняя социальная иерархическая школа. Большая часть армян старалась не вмешиваться в неоднократные попытки Османской империи подчинить Дерсим. На обсуждение аширетских лидеров из армян приглашались только те, кто активно участвовал в самобороне Дерсима от османских нападений, а их было мало. Наиболее известная была семья марокянов, которая по внутреннему восприятию Дерсима воспринималась как аширет. Полная статья доступна на нашем сайте. Себастат Симурат. Мурат Хремян. Одна из главных фигур национально-освободительной борьбы. Вечером 15 марта 1915 года в дом Мурата приходят трое полицейских, дают записку о либее с приказом явиться по срочному делу. Мурат с братом, племянником и несколькими друзьями бежит к горы. Начинается его одиссея, самоборона, болезнь, голод, леса, полные предатели, потери друзей и уничтожаемые караваны родного народа. Мурат и парни захватывают турецкое рыбацкое судно и направляются в Батуми. По дороге обо всем этом он пишет дневник. На основе рассказов сестры Мурада Сарпуи, Вартан Шахабаза, также на основе дневника Мурада, Запел Есаян пишет путешествие Мурады и публикует его в номерах бакинского журнала Горц. В 1921 году издается в Бостоне отдельные брошюры, в Армении издается только в 1990 году. Мурат Себастати был одним из участников движения «Один армянин, одно золото», спасший многих детей. Долгое время искал свою семью, так и не набился успеха. 31 июля по 5 августа 1918 года армяне вели бои в Баку, в которых также участвовал Мурат. Погиб Мурат 4 августа во время боя. В центре франкофонии дома Поля Элюара Сепанакерта состоялось мероприятие, посвященное культурной истории Амшена. На культурном мероприятии, организованном общественной организацией «Фронт Арцаха» и молодежным клубом «Беккор» были представлены песни на диалекте амшенских армян и этнографические танцы Амшена «Быт и кухня». Волонтер молодежного клуба «Фронт Арцаха» и «Беккор» Анастасия Андриан выразила уверенность, что Амшен – одно из загадочных и интересных мест Западной Армении. В последнее время интерес к Амшену возрос. Мы также пытались организовать мероприятие и раскрыть культурные особенности Амшена. Амшен – самая армянонаселенная территория Западной Армении. Несмотря на принятие исламской религии, вследствие насильственного верообращения амшенские армяне продолжают жить на своей родине и сохранять этническую культуру и диалект. О глубоких армянских корнях Амшена свидетельствуют находящиеся там церкви и монастыри, пояснила Анастасия Андриан. Западная Армения положительно оценивает мероприятия, организованные в Арцахе. Важно, чтобы в разных регионах Западной Армении проводились подобные культурные мероприятия, которые преследуют цель раскрыть обычаи и культуру. Не менее важно, чтобы армяне Арцаха помнили, что Амшенский район находится в Западной Армении. Западная Армения является оккупированным Турцией армянским государством. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова